Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Сэншотфу, и мы начинаем новое прохождение мода под названием Золотой обоз. Как видно по картиночке вначале, мод очень простенький, так как сейчас сталкерам очень мало выходят модов, поэтому приходится проходить старые моды, которые я не проходил, потому что мне снова хочется посмотреть на некоторые моды, а вы хотите сталкера, а другого сталкера нет. Ну, то есть, ну, как бы, модов очень мало хороших сейчас выходит, то есть... Ну, давайте начнем. Мастер. Все такое. фломастер. И уже посмотрим, что у нас да как будет в этом моде. Получится у нас его пройти или не получится. Ну, совет такой, конечно, в моде совсем не атмосферно, но в сайт моды техподдержка stalkermode.ru Ну, шо. В моде предлагалось играть на статике, на ней я играю, и я, как всегда, как всегда, забыл сделать очень важную вещь. Придется это делать сейчас. Вот так. Теперь можно сохранить, ферментарь. Артефакты на дороге не валяются. Искать их нужно специальными детекторами. Видно, кто-то сильно по ней пришел сюда. Да, крепко тебя надули, парень. Хорошо, что ты, котер, реально существующую тропу указали. Могли послать куда-нибудь и опалывать его на малию или в очаг радиации. И все. Кирдык. Меня туканом кличут. А тебя как звать? Скиф. Так, скиф. Пойдем-ка, отведу тебя не в Скадовск. Местное пристанище сталкеров. Там поговорим нормально. А ты не равен... А то не равен час, какой муднант нас учуют. Иди самую... Иди сам... Самой след... След... Самой... Со мной. А то вляпаешься куда. Понял, иду след-след. След-след-след иду, давай. Ножик мне дали. Ножик у меня есть, хорошо. Рука у меня там прям двигается, когда я поворачиваю. Ну, сразу говорю, друзья, какой уже мы третий по счету против гемод проходим. Я не думаю, что он прям сильно сложный. И не думаю, что прям в нем будет что-то прям супер замороченное, супер крутое сделано. Как я уже сказал, сейчас мод на статры выходят очень мало. И хороших там вообще раз-два и не нет больше. Ну, то есть, ждем, оп, двояде. Тебя не являют... Не сказал бы, что он хороший, но... Но я бы обещал его проходить, поэтому мы сделаем это. Пусть тюлька выйдет. Хотя бы он будет интересным. Вот эти нововведения всякие, все прочее. Ты не киски, быть можно будет. Это самое идеальное, что может быть. Поэтому я и выбрал. Ну, поэтому я его и жду. Короче, не по теме мы разговаривать начали. Давайте-ка. Кабанчик. Парни, не расслабляемся. Парни, не расслабляемся. Парни, не расслабляемся. Парни, тут много парней. Я один, мужик. Все, мужики. Не путай. Я тут один. У меня есть часть мутантов. Копыта кабана используют ученым для изготовления ряда лекарств. Самым исправленным из которых является противодействительная сыворотка. После мутации увеличенной глаз плоти приобрел род свой. Самым полезным из которых является способность к регенерации хрусталика. Детали этого механизма точно известны. Но это открытие обещает революцию в медике. В медике, в медицине. Но это открытие не ответственно. Но это открытие обещает революцию. Вы можете внести свой вклад в науку, продав глаз плоти ученым для исследований. Продам. Деньги понадобятся продам. У меня всего 100 рублей. Приветствую. Это и есть Скадовск? Да, он самый. Здесь ты можешь найти и укрытие от выброса, и ночлег. И работенку тебе подкинуть. Пойди сначала к Бороде, нашему бармену. Познакомься. Он новичкам помогает. Если заявишь себя способным сталкером, хе-хе, будет тебе прибыльную работу давать. А пока тебя тут не знают, и доверия особого к тебе не будет. Так что сначала будешь мальчиком на побегушках. Либо сможешь Лос-Ману попросить. Увидеть за периметром. Да нет, раз уж... Раз пришлось срубить... Раз пришлось срубить бабла, значит срублю. Ладно. Людей решительных, не отступающих... Ладно. Что я несу, друзья? Извините. Люблю людей решительных, не отступающих. Давай, обвыкайся, пообщайся с Бородой обязательно. Он тебе даст советов. Прислушайте к ним. Я просто так, от своего сказал уже. Мне отлучиться надо. Как закончу, приду на Скадос. Поговорим. Удачи. Спасибо, что помог добраться. Не ты сгинул бы. За мной должок. Хорошо, должок за мной. И свободка еще за мной. Сталкер, хочешь попасть на сухогруз? Спрячь оружие. Спрячу, не переживайте. Так. Слушаю тебя. Как говорится, да... Привет, ты Борода? А что, не видно? Ты кто такого будешь? Раньше я тебя не видел. Я с Киев в зону только пришел. Тукан помог мне добраться сюда. Сказал к тебе подойти. Мол, ты поможешь с работой. Правильно Тукан сказал. Но без снаряги сейчас никуда. Вот тебе базовый набор новичка. И сухпай. На первое время хватит. Вон бочка стоит. В ней питьевую воду можно добрать. За моей спиной плита стоит. Перелазь, можешь нормально... Перелазь, можешь нормально еду пожарить, приготовить. Посуду у меня купить можешь. Хорошо. А что с работой? Есть одно дельце. Есть одно небольшое поручение. Нужно смотаться на лесничество. Тут недалеко. Я на карте отмечу. Там подойти к лидеру диггеров. Фишеру. Он передаст тебе контейнер. Твоя задача доставить его ко мне. Все ясно? Тогда вперед. Под хвост катится. Ни хабара, ни хабара, ни хабара. Ни хабара, ни хабара. О, посуда. Принправа, предлагаешь. Нихренаси. Вот это приседание. Найдешь артефакты. Заглядывай. Посмотрим. Парвываться просто. Так, хорошо. Это что? Ну, прикольно то, что в ГУИ сделано все. Неплохо. Ну что? Ничего пока. У тебя стандартное снаряжение продается. Давай, давай, не задерживайся. Больше интересно, в сундуке в моем есть что-нибудь? А нихрена нету. Как тут инженер? Инженер, блин. Механик поживает. Инженер. Сколько стоимость? 1200. 650. Огромные цены. Кстати. Сустрый ничего не дает, не продает. Ладно, нам, видимо, по заданию только остается идти. Давайте отправимся. Плохо, что надо на остатике играть. Хотя, может быть, я от другого моды думаю. Ну, просто я не помню. Я читал описание многих модов и помню, что нужно играть на стальке. Как все у нас вообще ничего не дает. Пока я еще не особо разобрался, но могу сказать... Ничего пока не могу, на самом деле, сказать. Честно, прям быть, с этого ничего не дает. И прям сразу за один вкус сухпай съедает. Видимо, я такой жесткий пацан. А сухпай за один вкус съедает. Я так понимаю, это где-то туда ты тут. Так вот печалит меня немножко то, что у меня радиация, но ничего. Здравствуй, сталкер. Здравствуй. Здорово, я Скиф от Бороды. Привет, забирай ящик. Передай Бороде. Пока. Топовое задание. Окей. Ну, а как бы по-другому поиграли бы в эти моды, друзья? Если бы были одни крутые моды, понимаете? То есть мы бы не смогли поиграть, не смогли бы поддержать людей, которые делают эти моды. Все-таки человек пробует, человек... Если никто не будет играть в его моды, то какой смысл ему дальше развиваться как-то? Или пытаться дальше, чтобы он лучше с вами? А так мы будем играть в эти моды и рассказывать ему об ошибках, и он будет учиться на том, что будет получать в ответ, то есть что будет ему писать в эти моды. Мне не понравилось это, мне не понравилось все, ты не сделал так. Он будет учиться каким-то новым фишкам. Ну, это хорошо, на самом деле. Да и самим поиграть в какой-то новенький бросненький мод всегда хорошо. То есть, чтобы не запариваться, не искать финики по 30 часов и так далее. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Так, борода, тогда не выполни, ну вот твой контейнер, привет от Фишеров. 500 рублей. Да все, да все, хорошо, проверку ты прошел, иди поговори с туканом, отдохни. А потом, как надумаешь, проходи, дам еще работу, прибыльнее. Пока. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Вот, и я и тут. Ну, как тебе зона? Совсем не такая, как я представлял. Кабанов раз в два больше обычно видел. Кабанов раз в два больше обычных видел. Если меня какие-то уроды... Еще меня какие-то уроды в масках обстреляли. Ну, брат, привыкай, без этого никак. Мутанты опасны, но если не знать их повадки, ты будешь их как... Ну, если знать их повадки, ты будешь их как колбасу резать. А уроды в полощах, это мародеры. Видишь их, стреляй сам. А если их больше, то вали, иначе ограбят и потом убьют. А вот такое вам как? Да, я уже понял. Простите, друзья, что плохо считаю сразу. Во-во, я так понимаю, ты прошел проверку бороды. Правильно сделано, что контейнер не открыл. Борода не дурак, наладил систему. Всех новичков проверяет. Если гнил орешек, то нафиг с пляжем. Если честно, это берет к себе и потихоньку натаскивает. Делает своим помощником. Хороший он мужик. Меня тут тоже когда-то пригрел. А как ты... Я как ты зеленым был. Доверчивым. Думал, что мне море по колено. Чуть не погиб из-за этого. Ну, ладно, не будем о грустном. Ну, привет. Если что, обращайся. Я пока тут буду. Буду иметь в виду. Пока. Так, тирк бородей, я так понимаю. Здравствуй, ну, привет. Все, попутно. Слушаю детро. Смешно, конечно, ну, ладно. Может, у тебя есть? Ты что, ешь? О. Присок шестьдесят шесть. До шестьдесят шесть. А сколько части мутантов? Стоит. Пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей. Понятно. Иди, иди, нечего тебе. Только не сейчас. Помощь твоя нужна. Вот и все. Да-да, прощай, прощай. Интересно то, что я не знаю, куда мне идти. Если я вот так сделаю. Ну, давайте лучше загрузимся на всякий случай. Здорово. Первая часть мода, да. Два были не подалкеры, подалкеры, подарком сталкерам, да-да-да. Все, конечно, суперкруто, куда мне идти теперь? Удачи тебе, твои дети. Сюжет. Может, все-таки к диггерам, к тем еще раз сходить? Давайте сходим. Может, я что-то прослушал в этой жизни. Давайте сходим туда еще раз. Не люблю такое, конечно, когда такое происходит, когда неизвестно, куда идти, и мне вот этот немножечко не нравится. Да кому это вообще нравится? Я не думаю, что кому-то такое нравится. Буду брать все пока что. Патроны там. Сталкеры, внимания, твой готовок для обога. Мы настраиваем и навязываем всех. Срочно подыскать укройте я. Ммм, понятно. Окей. Сталкеры, внимания, идет выбор. Открыли, атакуют выбор. Мы застрелуем всем срочно подыскать укройте я. Сейчас укройте я подыщем. А может быть, на этом мы и закончим год. Не знаю, друзья. Если не пойдет дальше, то уж ничего не поделаешь. Ну да, он не хочет со мной разговаривать. Что делать, как-то неизвестно. Потому что я поседаю вот так, прям вот, в такой степени, что я могу под ящик в этот залезть. Хорошо, так. Можно передохнуть маленько. Сейчас переждем выброс. Так понимаю, мне что нужно сделать? Выброс, знаете, укрытие. Удис, да, друзья, честно. Ни хрена F1 стоит. Сколько тебе часть продать? Также 50 рублей. То есть никакой наценки не идет, жалко. Ремонт берификации. Сколько? 50 тысяч ремонт стоит. Вещь не подлежит ремонту. Не знаю, может, второй части не будет, друзья, не знаю. Просто что-то как-то я не понимаю, куда мне идти. Или я настолько тупый, просто ушел. Все, или... Че, блядь. Че, блядь. Талкеры, внимание, скатеры идут. Идет. Выброс. 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 Да, друзья. Че-то как-то разочаровался. Я... Потому что я начал. переставшилось поговорить с бородой поездки тут бандиты заспавнились где то рядом так хорошо задание пошли дальше хорошо я думал все мы с вами уже поиграли прошли вначале и все оказывается нет оказывается мы можем еще поиграть друзья представляете хорошо но простенький мод ничего говорить не буду простенький есть простенький кто знал что нужно спать никто не знал и оружие мне это нахер уже не надо его никому не продам надо выбросить его тогда собака вот сейчас я кстати патроны разряди они тут все разряди вспомнил почему-то песню которую сделал и джонкин или как он там у него правильно я на английском никогда правильно говорить не говорил в общем про кота вот это что-то мне в голове сейчас эта песня я не знаю что это значит такое вот дело имеется про кота про кота ладно главное у нас мод продолжается дальше хорошо я думал все типа типа мод больше не пойдет никуда оказывается все дальше можем играть хорошо будем играть значит надо знать о таких особенностях значит нужно будет чаще спать то есть может быть тут так скрипты работают то что должен был пережить выбор потом поспать и теперь вот можно с бородой говорить как говорится добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола ну что там дальше ты показал себя честным и исполнительным а это значит что теперь тебе будут продвигать предлагать выгодную работу но для начала ты должен пойти пройти небольшую подготовку каждый сталкер должен быть честным это ты показал но есть еще сталкеру нужно быть внимательным этим ты сейчас и займешься на территории сухогруза спрятан клочок бумаги он очень хорошо спрятан твоя задача найти его передать мне просто и со вкусом задача понятно это все тест на внимательность я прочитал тест на вшивость будет чего интересного заходить будем искать сейчас клочок бумаги я тут про тайники еще рассказывал типа не будет ты никого бла 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 но но да че ты топчешься если есть что выкладывай нет проваливай провалю не переживаю так вот странный клочок бумаги найду я думаю где то сверху или вот таких вот местах но я могу залезать во все дыры наверное на это идет здорово этот мы в этом месте в жизни когда не были но из-за того что у нас персонаж может проходить сквозь щели смогли туда залезть вот честно друзья я вам признаюсь я никогда не любил вот поисковые вот эти вот операции найди что не знаю что найди где не знаю где просто найди и все то есть нас спрятано хорошо все такое я знаю может быть он там изи месте лежит но все же все же все же прыгаю я как сумасшедший просто будет прикольно если он окажется каком нибудь месте очевидным просто очень очевидным и я не смогу его увидеть это будет реально интересно я никогда не отличался хорошим поиском предметов я ни в одной игре это не люблю мне это не нравится мне просто нравится проходить задания но никак не искать предметы где то поэтому я вам сразу говорю так чтобы для людей хорошо и кстати со звуком была проблема но теперь получше должно быть наверное спрячу пушку не парься сейчас я весь твой сухогруз скадовск пробегаю посмотрю где может быть спрятано через такие щели могу забираться на самом сухогрузе я думаю где-нибудь внутри вот именно внутри если внутри то хорошо то спрячу и оружие хватит мне об этом говорить если будет сильно долго это продолжаться друзья естественно это скипну вы не думаете что я буду целый час или полчаса офигарить искать это все мне это нахер самому не надо я скипну как найду уже продолжим с вами тогда так сейчас еще чекну немножко где-нибудь листочек хорошо спрятан все такое вам друзья сейчас надо и продолжим хотя стоп подождите мне показалось да в общем найду и продолжим чтобы чисто время на это не тратить особо потому что ну я могу так же бегать друзья понимаете очень много времени так что сейчас друзья самое веселое что через 10 секунд сразу нашел от листочек я не знаю зачем я прерывал запись на все живота в общем привет брат шоу так как говорится добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола вот держи свою бумажку кто же там прятать ума подумал ха я подумал просто так будет вот тебе на пирожок можешь пока отдохнуть пока видимо тут задания даются когда ты спишь все такое прочее то есть проходит выброс проходит время дается другое задание и так далее и тому подобное но это мы уже видим друзья наверно в следующей части не знаю будет ли она большой маленькой но все же в общем спасибо всем за внимание не знаю как бы проходить этот мод друзья но все же всем пока